Детские игровые комнаты Детские игровые комнаты Прошло 138 заседание избирательной комиссии Белгородской области. Основным вопросом стала регистрация списков кандидатов в депутаты Белгородской областной думы 7-го созыва. На 31 июля представлено 11 избирательных объединений. За правду, новые люди, Единая Россия, КПРФ, ЛДПР, Российская партия пенсионеров за социальную справедливость, Всероссийская политическая партия, Интернациональная партия России, Справедливая Россия, Родина, Патриоты России и КПС. Всего выдвинуто 618 кандидатов, 466 кандидатов по единому округу и 152 кандидата по одномандатным округам. Зарегистрировано 79 кандидатов. На заседании зарегистрировали еще 158 кандидатов, 59 из ЛДПР, 42 из Российской партии пенсионеров за социальную справедливость, 37 из КПРФ, а также заверили списки кандидатов от партии Родина и Патриоты России. Напомним, что выборы пройдут с 11 по 13 сентября. 12 сентября назначен Днем Тишины. Услышав фразу «Никто кроме нас», мы сразу понимаем, о ком идет речь. Голубые береты, отважные десантники. Нас уже встречает Мансур Абдрахимов, руководитель Союза десантников Белогорья. Здравствуйте. Добрый день, рады вас видеть. Расскажите, кому посвящен этот бюст? Бюст героя Российской Федерации Юрия Алексеевича Чумака установлен у места Белгородского педагогического колледжа, где он учился, 1994 по 1997 год. Установлен бюст в 2013 году на средства Союза десантников Белогорья. Здесь проводятся памятные мероприятия, посвященные воинской славе нашего Отечества. Юрий Чумак погиб в 1999 году в Дагестане, прикрывая отход своих товарищей. Участвовал в боевых действиях против банд чеченских и международных террористов. Музей в педагогическом колледже – это личные фотографии и награды выпускников-воинов. Достойные примеры для юного поколения, для начинающих крылатых пехотинцев. Ветераны воздушно-десантных войск, курсанты военно-патриотического клуба «Крылья Белогория» для урока мужества построены. Здравствуйте, товарищи! Дня я желаю, товарищи! С 2015 года военно-патриотический клуб «Крылья Белогория» обучает молодых парней и девушек. Смелость, выносливость, скорость – вот основные качества, которые ребята приобретают в процессе занятий. Они участвуют во всех военно-спортивных событиях, акциях, автопробегах, митингах. Четкий по-военному шаг – осанка. Курсанты знают, на них равняются сверстники, а значит, всегда нужно быть в хорошей форме. На полевых выходах все выкладываются по полной, старшие помогают младшим. Где-то рюкзак поднести, где-то оружие какое-то взять. В основном малыши даже после первого полевого выхода стараются уже все нести сами. Создается команда, сплоченность детей появляется, они начинают дружить друг с другом, доверять полностью друг другу. Я решил сюда поступить, потому что тут мы занимаемся огневой подготовкой, построевой и тактической. В этом клубе очень интересно. Мы бегаем, занимаемся спортом. Я бы хотела связать свое будущее с этими войсками. Максимальное время на сборку и разборку автомата – 45 секунд. Кстати, все задания девочки-курсанты выполняют не хуже парней. Как-то раз я была в школе и у нас проходил какой-то концерт на 9 мая. Я увидела, как-то наши ребята со школы начали показывать какие-то очень такие боевые движения с автоматами. Я решила тоже пойти попробовать, как это будет. С 14 лет воспитанники уже прыгают с парашютом. Практическая подготовка длится неделю. Тренируются с помощью подвесной системы. Теория – это 20 часов занятий. Изучают материально-техническую базу. Для того, чтобы стать настоящим десантником, необходимо иметь оружие. Пока вы только начинающий парашютист. Обязательно подшлемник с ребрами жесткости, который защищает парашютиста от ударов головой в случае приземления на препятствие. Это могут быть и деревья, и здания. На мне сейчас 30 килограммов. Это 16 килограммов парашюта, 6 килограмм РПГ и 3,5 автомат Калашникова. Не достает еще бронежилета. Он весит 16 килограммов. И все это надевают на себя курсанты военно-патриотического клуба. На самом деле это не так просто, как кажется. Курсантам крыльев Белогорья повезло. Они лично общаются с теми, кто снаряжение и оружие использовал в реальном бою. Опытные десантники, ветераны боевых действий с множеством наград. Готовы помогать и наставлять молодых. Ведь когда-то и сами впервые шагнули в открытый люк самолета. И эмоции от первого прыжка – это на всю жизнь. Очень сложное ощущение, потому что все было как в тумане. А вот уже понимание того, что ты совершил прыжок, было уже на земле. Когда приземлился, и была масса эмоций, масса положительных, так сказать, впечатлений. Боязнь первого прыжка – явление временное, говорят ветераны. Но есть тот страх, забыть который не помогут даже десятилетия. Когда мы ночью пошли на выполнение задачи, группа была небольшая, в пределах 12 человек. А мы вышли на банду в пределах 54 человек. У меня все остались живы, банду мы уничтожили. В этом году войска дяди Васи отмечают 90-й день рождения. Днем создания крылатого десанта принято считать 2 августа 1930 года. Именно в тот день на учениях под Воронежем первые 12 десантников спрыгнули на парашютах с бомбардировщика ТБ-3. После этих маневров военные эксперты поняли необходимость ввода такого вида сил. С песнями, танцами и веселыми конкурсами. В преддверии Дня города белгородцы проводят праздники микрорайона. Один из них прошел в самом сердце 9 округа. Основная сцена расположилась между домами номер 14 и 16 по проспекту Ватутина на аллее трех поколений. Душа поет, а ноги рвутся в пляс. Баян, свирель, гусли, ложки, балалайка – ничто так не радует, как русские народные песни. Атмосферу праздника задали белгородские вокальные коллективы детской музыкально-хоровой школы. Все люди, как сейчас ожили, и к этому, так сказать, мероприятию торжественным, все люди пришли уже с приподнятым настроением, с таким воодушевлением. И я считаю, что день накануне 5 августа, Дня освобождения, жители города Белгород вздохнут с удовольствием, празднично и с хорошим настроением. Сегодня мы собрались в этот радостный день впервые после этой пандемии. И это очень хорошо, что мы сегодня собрались все. Приятные были, счастливые, светлые лица. Пока старшее поколение танцевало и пело, малыши рисовали цветными мелками. Для них провели конкурс «Белгород – город будущего». Мы очень хотим выиграть. Очень хотим. У вас коллективная работа? Да. А что рисуете? Мы будущий город. Дом дружбы. А почему именно это решила нарисовать? Потому что мы все вместе с семьей тут живем. Ему нравится наш город. Чем он тебе нравится? Ну, что он красивый. Скажите, что вы рисуете? Мы рисуем мост и шары. И шары российские. Как флаг российский. Наш город должен славиться красотой, полями и шарами воздушными, потому что, мне кажется, это воздух чистый и вдохновение. Мы любим «Белгород». Особое внимание на праздники уделили ветеранам и 77-й годовщине освобождения от немецко-фашистских захватчиков. Героям вручили памятные подарки. Это самое малое, что можно сделать для них. Главное – помнить о великих подвигах тех, кто подарил нам будущее. Дорогие ветераны, примите самые искренние слова благодарности, потому что каждый день на войне – это действительно был подвиг. Каждый день в тылу – это был подвиг. То, что вы совершили, сложно оценить словами. И благодарность нас, ваших потомков, будет бесконечной. Как и память о тех, кто не вернулся с фронта. Стоит ценить каждое мгновение, больше времени проводить с семьей, уделять внимание детям и родителям, радоваться каждому прожитому дню. Праздники микрорайонов, конечно, этому помогают. Жители в хорошем настроении. Хорошо, что разрешены праздники и проведение таких торжеств на улице. Это означает, что снят еще ряд ограничений, и мы можем встречаться, можем друг друга поздравлять и радоваться этим событиям. Поэтому поздравляю сегодня жителей этого микрорайона. Хочется пожелать, чтобы всегда было таким голубым небом, чтобы всегда было таким ярким солнцем, всегда, чтобы были такие счастливые, радостные дети. Помни в Вену, у меня тальпы и дурнай, тот поющий, цветущий, яркий май. Ежегодно на побережье Черного моря приезжают те, кто чувствует в себе талант и готов его раскрыть. Форум молодых деятелей культуры и искусства «Таврида» собирает музыкантов и режиссеров, художников и актеров, блогеров и дизайнеров в одном месте. Десять смен, время знакомств и опыта, смеха и вдохновения. В глобальный творческий процесс погрузилась, и белгородская музыкальная группа не взросли. Шесть дней образовательной программы, 35 новых треков, 7 победителей грантового конкурса. Все это описывает творческую антишколу современных музыкальных направлений. Белгородские ребята исполняли авторскую песню «Не забывай». 1 августа будет закрытие очередной смены на «Тавриде», и нас позвали туда выступить с авторскими песнями, потому что мы только что приехали с форума, и мы там очень много работали, выступали, везде светились, и нас, видимо, подметили, и вот решили нас пригласить. На закрытии творческой смены современных музыкальных направлений группа «Не взрослее» исполнит пять авторских песен.